Этикет пробуждения ото сна. Пробуждение ото сна – одно из явных знамений Аллаха, указывающих на его могущество и власть. И оно похоже на знамение воскрешения после смерти. Аллах назвал сон в Коране смертью, а пробуждение – воскрешением. Ислам постановляет определенную этику, которую мусульманин должен соблюдать, когда он просыпается ото сна. Среди правил этой этики – стараться встать до фаджра, чтобы получить пользу для души и для здоровья тела. И пользоваться временем чистоты и свежести для поклонения или для учебы. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «О Аллах, дай баракат моей умме в ее раннем вставании. И пусть первым, что придет тебе в голову или будет у тебя на языке, будет поминание Аллаха Всевышнего и Единобожия». Вот некоторые дуа, которые приводятся от пророка, саллаллаху алейхи вассалям, во время его пробуждения ото сна. В хадисе, который передал Хузейфа, радуяллаху ангу, сообщается, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда просыпался ото сна, говорил «Хвала Аллаху, который оживил нас после того, как умертвил нас, и к которому предстоит возвращение». Также стремление после пробуждения совершить омовение и намаз. И нужно бороться с ленью и нежеланием вставания по причине холода или усталости или сонливости. Ведь все это – ложные чувства, которые приукрашает шайтан и к которым тянется душа. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Когда любой из вас засыпает, шайтан завязывает у него на затылке три узла, бьет по каждому из них и повторяет «Ночь твоя будет долгой, спи же». Если человек проснется и помянет Аллаха, один из узлов развяжется. Если он совершит омовение, развяжется еще один узел. А если совершит молитву, то развяжется последний узел, и человек проснется утром бодрым и в хорошем настроении. А в противном случае он встанет ото сна в скверном состоянии и будет ленивым целый день. Также стремление будить своих домочадцев с мягкостью и терпением. И напоминать им, что молитва лучше сна. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Да помилует Аллах того, кто выстаивал молитву ночью и разбудил свою жену для этого». И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, засыпал, он обязательно клал сивак возле своей головы. И когда просыпался, начинал с него. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал «Сивак – это очищение рта и довольство Господа».